Пусть у человечества нет вечного двигателя, зато есть гончарный круг. И уже почти вечность он позволяет мастеру почувствовать себя творцом. В эфире программа «Наши дети». Сегодня ребята расскажут нам, как создать форму и наполнить ее содержанием. Мы находимся в опростовой учебно-творческой мастерской «Холмские гончары». Здесь заканчивается ремесло и начинается искусство. Гончарное дело – это ремесло или искусство? Я думаю, искусство, потому что каждое изделие, то есть гончар или мастер, оно индивидуальное. То есть это не фирма, это не производство какое-то конкретное, это не машина делает, делает человек своими руками. Чем удивляли вас ваши ученики? Я никак не ожидал, что, допустим, мой один из учеников таких, как бы сорви голова, и вдруг стал студентом строго науки. Видимо, вот та среда, в которую он попал, его обязала взять себе в руки. Почему она, эта работа, носит в себе такой вот притягательный характер? В чем ее красота? Во-первых, форма, абрис плавный и сверху, и снизу. Детали, которые являются содержанием этой хаты – окошки, дверь, это и плетень, и цветы. Смотрите, как решена здесь груша, которая связывает и верхнюю часть, и нижнюю. То есть это как художественный получился образ. Что можно вылепить из глины? Да все, что угодно, мы вот даже елки лепим. Абсолютно все. Эта лошадка была сделана давно, еще до того, как я училась. Можно вылепить хатки, можно вылепить свистульки. А это вот уже скульптуры, которые делаются на экзамены. А что вот это за елки? Ну, его делали по празднику, Новому году, там было множество елок. Есть такие вот, как цветочные, есть с фруктами, овощами и так далее. Есть с Дедоморозом, то есть разные абсолютно елки. Что можно вылепить из глины? Все? Ну, в принципе, думаю, что да. Но самое главное, у тебя должно развиваться воображение, что ты хочешь именно выкрутить. Подтяни, то есть вот помнишь, как я тебе говорил, давишь изнутри и снаружи и подтягиваешь вверх. Попробуй вот эту часть поднять повыше, тулово, и потом шестеночку сделать. Вот это называется маховик. Снаружи она как бы отделана деревом, а внутри там бетон. Еще есть там специальная такая полость, туда наливается вода. Потом, когда его куда-то перевозить, ты просто сливаешь воду, и он становится легче. Левой рукой как бы запускаю внутрь, а правой поддерживаю. Я как бы начинаю давить и вести потихонечку вверх. Может быть, круг делает все сам, или руки гончара очень важны здесь? Ну, руки гончара важны. Ну, круг – это просто инструмент, а руками ты можешь придать любую форму, какую хочешь, какую задумал изначально. То есть все зависит от рук. Сложно обладать гончарным кругом? Ну, я думаю, да, но надо тренироваться упорно. Круг, его тяжело как бы привыкнуть с первого раза. Ну, это как оседлать коня. Что должен знать гончар? Ну, обязательно все технические моменты, как глина обжигается, как она готовится, какие инструменты нужно использовать, как правильно ее держать даже в руках. Для того, чтобы с глиной работать, ее нужно как-то определенным образом подготовить, да? Ну, да, сначала привозят с карьера ее, перерабатывают в шаровой мельнице, измельчают от всяких комочков и примесей. Потом, получается, шликер, вот он здесь, его выливают в специальные ванны. Мы приносим ее сюда. Здесь она доходит до своего состояния и сушится прямо на голой земле. Ее вообще обычно вот с места на место передвигают. Если она здесь уже посушилась, здесь можно заметить такой след. Ее вот так вот берут и передвигают на другое место. Эта глина еще не очень готова, она сильно жидкая. А эта уже густая, из нее можно работать. А перед тем, как саму делать работу, надо смешать ее с кварцевым песком, чтобы работа не потрескалась при обжиге. Вот уже глина, которая более готовая, она плотная. На такой комок надо примерно вот столько песка. А в воду не нужно добавлять, чтобы лучше? Песок впитался. Ну, я воду не добавляю, потому что мне не нравится там такая как бы не очень приятная жижа, но она так тоже впитывается хорошо. Ну вот и все, она готова, можно приступать к работе. Зачем ты бьешь ладошками? Чтобы избавиться от пузырьков воздуха внутри глины. И чтобы потом, когда на гончарном круге крутишь, эти пузырьки не появлялись. А если они так появляются, они могут лопнуть, и работа сломается. Правильно решаешь через желтый и голубой. Сочетание гармоничное, оно будет настраивать на оптимистическое такое впечатление. Под цвету это будет хорошо. Дальше детали рельефно все-таки сделаешь, потому что плосковатая форма, согласись. Не хватает сложности. Богаче нужно работу делать. Ты можешь встать, потом походить, посмотреть. Хотя это немножко наивная работа, но она насыщенная, она интересная в деталях. Пусть они несовершенны, но они живут. Откуда вы берете образы? Образы некоторые придумываем сами, некоторые уже даны учителям. По Хомска ходим у нас, некоторые есть такие, сохранились дома, как ставни старинные, расписные, резные. И вот так же нарабатываем все это и используем, применяем. Бывает так, что глина диктует, что из нее получится? Ну, бывает такое. Бывало, что ты хочешь сделать просто хату, например, сделать ее круглой, что-то более округленное, но она не начинает трескаться, рассыпаться. И вот хочешь, чтобы форма все-таки была другая. Это работа не выкрученная. Делал я работу, это очень долго. Работа не выдержала первый обжиг, так как она треснулась. Может быть, не хватило песка. Такие работы, да, очень интересные и увлекательные, тем более на тему Великой Отечественной войны. А здесь все-таки кто диктовал? Ты глине или глиной диктовала свои правила? Нет, я глине. Чем ты сейчас занимаешься? Я декорирую хоку. Что это такое? Это как сказочный герой, домовенок. Его можно потом, когда обсушить, можно использовать как горшок цветочный. Хока – наш традиционный герой детский. Им пугали детей, чтобы дети не ходили на чердак, потому что на чердаке опасно. Но никто не говорил, что Хока страшный, никто его не видел из взрослых. А детям он нравился, и они с ним играли. Я решила сделать его красивым, потому что я его представляю себе таким. В конце истории он стал добрым, и на нем поселились цветы и птицы. Субтитры создавал DimaTorzok Изначально я просто копировал чужих работ, делал, пытался так же. А потом я свою технику, как разработал, делаю по-своему, теперь работаю. А что ты делаешь? Виноград у меня не получается. Мы как бы все выражаемся через глину, все, кто сюда ходит. Мы через те же предметы простые, мы их делаем необычными, и тем самым выражаемся. Что у них необычного? Украшения, различные декорирования. Каждый декорирует по-своему, у каждого свой стиль. Какие у тебя были секреты? Ну, вот, например, мои работы, все листья и все цветы, они очень тонкие, потому что, ну, вот мне больше нравится делать чем тоньше, тем, ну, глина красивее, мне кажется, смотрится. У кого-то, наоборот, очень массивные украшения. Какие работы для тебя были самые интересные? Ну, попросил учителя своего, чтобы он выкрутил мне хоку, вот, и в этом хоке было семь свистулек, и они все свистят, я их сделал. Такого хоке пока не снято еще. К сожалению, его забрали директору. Ей очень сильно понравился. Вот это вот стремление, эта страсть детская, она переходит в мастерство, уже детское мастерство. И тут уже никуда не денешься, и тут уже появляются перспективы, перспективы стать мастером. Если делает мастер, он не может сделать очень все одинаковые горшки, он делает каждый разный, абсолютно разный. И если делает это мастер, то он вкладывает в него душу, а если делает какая-то машина, то они все, получается, одинаковые и недушевные. А это правда, что в каждом кувшине есть душа? Да. Каждая работа вкладывает душа и какое-то желание творить. Чему тебя научила гончарное дело? Меня это научило, что ко всему нужно относиться уважительно. Из любого материала можно сделать что-то интересное и необычное, и что-то свое. Получается, ты творец? Получается, да. На сегодня все. Это были наши дети. Встретимся через неделю, и вы узнаете еще много интересного. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!